Друзья, привет! Меня зовут Бжедугова Анна, я актриса, модель, и сегодня специально для телепрограммы хочу рассказать вам о трендах предыдущей весны и лета 2021 года, когда он наконец-то наступит. Французская неделя моды основополагающая, потому что француз действительно много лет законодателю моды. В этом сезоне дизайнеры французские разделились на два лагеря. Первый – это лагерь еще карантинный, спортивный. Ну и второй лагерь – это дизайнеры, которые выбрали пастельную, такую очень весеннюю, свежую палитру цветов. Это большие, объемные жакеты, спортивные такие оверсайз-куртки и даже политические лозунги. В Николе Ажиске в коллекции для Дубитона на футболках написал «Волт», что по-английски означает «Голосуйте». Это как раз розовые, пастельно-бежевые. Это были коллекции «Лан Ван», «Эрмес». Это прада и очень-очень действительно нежные цвета, приталенные силуэты. Такие у «Лан Вана» было много бантиков, платьев нежно-голубого цвета, вот как у меня цветы нежно-розового. Основные тренды – это вот как спортстиль, так и нежность, женственность и элегантность. Также два больших цвета, которые я увидела, кислотно-зеленый и ярко-красный, как в «Лэбитон», так и в «Эрмес» присутствовало. То есть можно, например, составить образ из более пастельного и добавить какой-то кислотно-зеленый аксессуар. Также очень много было пайеток на подиумах. Пайетки, мне кажется, из раза в раз, из сезона в сезон переходят, в общем-то, с подиума на подиум. Большой процент всей одежды занимала одежда с гиперобъемом. Особенно в «Баленсиаге» – это большие такие пальто. Ну, «Баленсиага», в принципе, ставится своей любовью к гиперобъему. Ну, вот в этом сезоне его было бы много и у других дизайнеров тоже. Поэтому, если это пальто, то можно выбирать либо между классическим таким вариантом тренча, либо спортивной курткой, либо пальто дедушкиным таким в стиле «Оверсайз». В любом случае, тренды очень интересные, не столь рискованные, но очень достойные. И будем следить за дальнейшими неделями моды, чтобы обязательно держать вас в курсе событий.